Бесплатный интернет в парках, библиотеках, кафе, теперь и в общественном транспорте. В чебоксарских троллейбусах появится вай-фай. Каждый желающий сможет подключиться к бесплатному беспроводному интернету. В первый день осени в Чебоксарах должны заработать 90 муниципальных вай-фай-точек. Три в публичных местах – Красная площадь, Лакревский и Детский парк имени Николаева. Остальные на четырех маршрутах троллейбусов – первом, четвертом, двадцатом и двадцать первом. Скоротать время в социальных сетях, найти нужную информацию в интернете можно, не выходя из троллейбуса. Для подключения к вай-фай-сети пользователю нужно будет пройти идентификацию и авторизацию с помощью номера своего мобильного телефона. После этого он может спокойно заходить в интернет в любом месте без регистрации. Одновременно доступ к сети с мобильного телефона или планшета могут получить до 50 пассажиров. Проект имеет социальную направленность и создан для того, чтобы люди имели доступ к информационным, муниципальным ресурсам, государственным услугам. Кроме того, вай-фай в троллейбусах позволит поставить дополнительные камеры видеонаблюдения, что повысит безопасность на транспорте и вообще, в принципе, пассажиров. То есть такие вещи, как забытые сумки. Если раньше в троллейбусах можно было часто встретить человека с книжкой в руках, то примета нынешнего времени – планшетники или смартфоны. Сейчас молодежь считает, если ты не можешь проверить почту или написать пост в личном блоге, ты уже непродвинутый человек, не шагаешь в ногу со временем. Одним из плюсов считаю, что можно сесть спокойно, мобильное устройство ее достать и почитать перед лекцией или семинаром какой-нибудь материал интересный. Перед экзаменом, например, тоже. Также посмотреть видео. Я знаю, как бы здесь троллейбусы ездят очень долго. Может, еще возникнет такая штука, что кому-то будет проще кататься на троллейбусах, чем сидеть дома и платить за это деньги, как за интернет. К этому я отношусь положительно, так как троллейбусы бывают иногда скучно, там далекие поездки. Если нет доступа в интернет, то Wi-Fi был бы хорошим решением, было бы интереснее ездить. В троллейбусном управлении надеются, что бесплатный Wi-Fi прилечет больше пассажиров в общественный транспорт. Пока судить об этом рано. Но если эксперимент удастся и интернет будет востребован, бесплатная сеть появится и на других маршрутах. Рифат Фаткулин, Сергей Адушкин, Республика. Субтитры создавал DimaTorzok